На портал Экзегет поступил вопрос «Как благодарить Бога за беду или горе?» Ну вот, давайте подумаем, а что является бедой для нас, которая вызывает у нас, скажем, горевание? То есть чувство огорчения или даже горя, обиды. Ну вот вы знаете, да, по-человечески можно подумать, что, например, смерть близкого человека в результате несчастного случая – беда и горе, скажем, для родителей. Да, если сын погиб, вот у меня буквально на днях был такой случай, когда у мамы погиб сын в результате несчастного случая. И вот она в наш центр обращалась, и я, и психолог с ней общались с тем, чтобы ей помочь пережить эту для нее трагедию. И знаете, что ее успокаивало? Ее успокаивали простые, казалось бы, слова о том, что надо доверять Богу. Бог прерывает жизнь человеческую тогда, когда сочтет лучшим моментом в жизни человека. Бог благ и только благ и делает только то, что и позволяет происходить только тому, что для человека наиболее полезно, для вечной жизни, а не для нашей текущей. И вот в этом смысле, зная историю этой семьи, я могу сказать, и говорил этой маме о том, что вам надо не убиваться от горя и не думать, как мне сейчас еще, когда мне уже 50 лет, где бы родить нового ребенка, вернее, где бы его заполучить через суррогатную маму и так далее, и так далее, а думать о том, ком она горюет, и порадоваться за него. А почему? А потому что Господь забрал его в лучший момент для него жизни. Потому что дальше, если бы он остался жить, могла быть история очень более печальная. Но более физической смертью бывает хуже смерть духовная. Когда человек оказывается в лапах дьявола, становится таким человеком, который противен Господу, то есть демоноподобным, в результате вот своих мыслей и желаний и действий. Так вот, чтобы не свершиться худшему для вечной жизни, чтобы человек не попал в ад, а попал в рай, Господь может прерывать жизнь человеческую именно в этот момент. Я это даже знаю по своему отцу. Вы знаете, когда погиб мой отец в Афганистане, да, я, конечно же, горевал. 48 лет было моему отцу, мне сейчас 64, молодой, и погибнуть, сгореть в вертолете. А вот сейчас я за него радуюсь, потому что, зная отца, мы с ним были друзьями, я сейчас понимаю, что это был... Он погиб, спасая других. А ведь что Господь говорит? Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя. А ведь это означает, что он в раю. И что мне тогда здесь плакаться-то? Мне радоваться за батю надо. Да, по-человечески это было в тот момент. Но я был тогда без Бога, не понимал, конечно, что Бог допускает только полезное для человека, для вечной жизни. Поэтому, знаете, а я, когда был ранен, потерял обе ноги, беда для лётчика, конечно, беда с точки зрения человеческой. А вот для моей дальнейшей жизни... Вот я был ранен в 84-м году, сейчас 21-й. Могу сказать только одно. Слава Богу, что я получил это ранение. Потому что оно мне во многом очень в жизни дали и помогло. Я стал в результате ранения другим человеком. В результате того, что я испытал тогда и в госпитале, и потом, я стал другим человеком. И вот, слава Богу, даже монахом. Осталось только стать, вернее, ещё не монахом, а человеком, который принял постриг и старается стать настоящим монахом. Ну, до этого ещё, конечно, далеко. Но это благодаря тем, как вот в этом вопросе звучит, бедам, гореваниям, которые со мной были. Вот именно благодаря им во мне появилось терпение. А что Господь сказал? Терпением созидайте души ваши, претерпевший до конца спасён будет. Вот. Поэтому, друзья мои, я бы сказал так. Ну, и потом это не мной сказано, святыми отцами. Это сказано в Евангелии, это сказано вообще в Священном Писании. Надо за всё Бога благодарить. На самом деле, наши беды не являются бедами. Да, это для нас испытания. Но они для нашего блага. Нам бывает горько. Нам даже иногда кажется непосильным. Да, бывает и горько, и кажется непосильным. Но на самом деле и по силам всё. Просто не надо никогда сдаваться, не надо подать в уныние. Надо верить в то, что все наши вот эти так называемые беды исключительно для нашего блага. Именно благодаря им мы можем стать людьми более подобными Богу, чем дьяволу. Если, конечно, будем принимать в результате вот этих событий в нашей жизни правильные решения и правильно к ним относиться. Относиться надо ко всему тому, что в нашей жизни происходит, с миром и с благодарением Богу за всё, что в нашей жизни происходит. Кроме того, что мы сами творим, согрешая, как говорится, деяния, неугодные Богу. Вот это уже наше. Да, вот всё, что нас приводит к страданиям, это наша. Степень наших страданий или по-другому бета, который говорится, определяется на самом деле даже не Богом, а нами самими. Должно прийти соблазном? Да, должно. Должно прийти искушением? Да, должно. Мы должны пострадать с точки зрения, что нам это мы страдания испытываем? Да, должны, но для нашего укрепления, исцеления нашей души и для вечной жизни, чтобы в конечном итоге стать счастливыми людьми и пребывать в радости и в любви Божьей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...